В Нидерландах проходит консультативный референдум о ратификации страной соглашения об ассоциации ЕС и Украины. Накануне голосования украинская дипломатия активизировала усилия, чтобы привлечь 30% колеблющихся голландцев на свою сторону. Украинская летчица Надежда Савченко начала сухую голодовку. Об этом в Твиттере 6 апреля сообщил ее адвокат Марк Фейгин. Ранее защитовая на служащий по желанию Савченко отказалась обжаловать приговор. Панамская юридическая компания Мосакфансека создала в общей сложности около 240 тысяч фиктивных фирм по всему миру. Утечка данных из компании привела к офшорным скандалам во многих странах. В так называемом панамском списке в числе прочих фигурирует близкое окружение Владимира Путина, президент Украины Петр Порошенко, а также ряд немецких банков. Президент США Обама назвал уничтожение так называемого исламского государства приоритетной задачей. Он также заявил, что Вашингтон больше не намерен терпеть контроль ИГ над Иракским осулом и сирийской ракой. Ранее сообщалось, что власти США изучают возможность увеличения военного присутствия в Сирии. В американском штате Висконсин на праймерис демократов победу одержал Берни Сандерс, набрав более 55% голосов. На праймерис республиканцев первым стал Тед Круз с результатом в 50%. Он обошел фаворита президентской гонки республиканцев миллиардера Дональда Трампа. В Голливуде открыли парк развлечений «Волшебный мир Гарри Поттера». Все аттракционы имеют отношение к героям книги британской писательницы Джоан Роулинг. Одно из самых привлекательных мест в парке – село Хоксмит, где можно отведать любимого волшебниками сливочного пива и поиграть в квиддич.